Я начинаю. Меня зовут Тряпченко Александр и тема моего доклада НЛО Масс-медиа. Стихийное явление или информационная подготовка. Вообще говоря, основная часть этого доклада это общеизвестные факты, то есть, наверное, большинство их знает, но они мне просто необходимы для того, чтобы как бы подвести к дальнейшим теориям, которые тоже уже давно существуют, и под это предоставить какие-то новые факты, которые еще нигде не публиковались, которые, возможно, кому-то здесь будут интересны, я надеюсь. Мы начнем с того, что все мы давно знаем, что тематика наша уфологическая давно используется в разнообразных сферах нашей жизни, которые вообще никак не связаны, не то, что с уфологией, даже с космосом никак не связаны. Тот же сервис Яндекс.Диск, который использует в качестве логотипа летающую тарелку. Гугл частенько любит. В частности, на день космонавтики такой у него был логотипчик. Так, реклама Форда, реклама Мини Купера. Пиат тоже использует. Кстати, вот очень распространенное это. Ну и вот много таких. Очень-очень любят в рекламе использовать вот этот вот клише, да, луч из летающей тарелки. Да, вот нигде на видео до сих пор не было снято достоверных вот таких кадров, но очень много людей рассказывают, и вот это используется в рекламе. Ну и примеров на самом деле множество. И как вы можете заметить, это действительно работает реклама, она эффективна, она заметна. И скептик сразу бы сказал, наверное, вот увидев такую подборку фактов, ага, значит, вот все эти сказки про НЛО именно для выбивания денег. На этом зарабатывают хорошие деньги не только кинематографисты, но там рекламщики и вообще, вот, а фактов-то и нет. Ну и казалось бы, что действительно, может быть, вся эта история изначально создана чисто для зарабатывания денег в тех или иных сферах какими-то мошенниками и так далее. Если бы ни одно НО, это показания там серьезных там и летчиков, и космонавтов, ну, военных в отставке и так далее, официальные документы, вот многие знают про то, что ПБР официально опубликовало, рассекретило документы. Причем не так важно вброс это, фальсификация какая-то для того, чтобы скрыть там какие-то секретные разработки. Интересен сам факт того, что это публикуется на вид общественности, то есть не где-то там пылится в архивах, а вот в том числе и крупные страны просто публикуют рассекречиванные материалы там в десятках и сотнях вот таких вот копий. Конечно, они там часть скрывают. Ну и вот это вот к чему я веду, что это может навести на мысль о том, что это делается неспроста и целенаправленно, как это производится информационная подготовка к чему-то. То есть вот если следовать простой логике, да, нашей земной логике, конечно, нельзя судить, какая логика может быть там у других цивилизаций. Но вот если нашей логике следовать, что где-то в космосе в любом случае существуют какие-то цивилизации, ну, галактик множество, это давно мы слышали, да. Значит, и при этом вследствие нашего прогресса неотвратимость выхода в дальний космос или другие измерения, она тоже вот, ну, рано или поздно это произойдет. Через сто тысяч лет, если нас не смоет там с нашей планеты, мы рано или поздно в будущем повстречаемся с ними и, возможно, опять же, теоретически нас надо к этому как-то подготовить. Может быть, это происходит стихийно, а может быть, целенаправленно. Вот. И вот если опираться на такое предположение, да, это давно существует такая теория, вот, и предположить, что, ну, есть какой-то вот собирательный такой показатель о подготовленности населения, да, и если мы можем узнать вообще, как, ну, детали прогрессирования вот этого показателя, то мы сможем аппроксимировать дальнейший рост примерный, вот, тенденцию и, ну, как-то примерно тоже определить какой-то критический уровень, да, вот, например, там, что если 90% населения готово к этому, то, наверное, вот в этот момент и может состояться контакт. И тогда можно было бы ответить вот на интересный вопрос, а когда же этот контакт произойдет? Может быть, даже с точностью плюс-минус там десятилетия. Ну, это было бы, безусловно, интересно, потому что, к сожалению, до сих пор никто точно не может сказать. И вот к чему я это веду. Конечно, делается очень много опросов, они публичные и общедоступные, но есть различные интернет-сервисы, которые вообще никак с уфологией не связаны, но которые ведут разнообразную статистику, которая нам может быть полезна. Это Яндекс, например. В нем есть такой сервис Wordstat. В нем собирается статистика частоты ввода тех или иных слов. И вот если взять уфологическую тематику, то запрос НЛО – это, наверное, какой-то такой собирательный. Ну, можно там какие-то другие слова и фразы подбирать. Ну, вот я, например, ввел слово НЛО, и он показал такой график. К сожалению, Яндекс хранит эту статистику только, точнее, показывает эту статистику только за последние два года. Поэтому пришлось сделать. Ну, вот я сделал полгода назад, сохранил результат, и буквально несколько дней назад. Ну, к сожалению, он пока 2014, только начало там отображает. Хотя, может, с 1 мая там обновились. Вот. И если эти графики объединить, то мы имеем с 2012 по 2014 такой график. В синем – это абсолютное значение, а в красном – относительно. Ну, относительно всего числа запросов в Яндексе, потому что аудитория там может меняться. И правильнее опираться на относительное. И что здесь можно наблюдать? Как ни странно, в районе 2012 года там был уровень, вот если в абсолютных показателе, в районе так 350 тысяч запросов в месяц. Вот. Дальше там в конце 2012, и так в районе 2013 года, это уже там в районе 300 тысяч запросов. А за последний год вообще 250 в среднем. Ну, вот был пик там в начале 2014. Кстати говоря, почему-то не было скачка у нас когда… Когда метеорит? Да, и вот я удивлен, что нет скачка 15 февраля, потому что в этот момент наши счетчики фиксировали просто запредельное увеличение интереса к уфологии. Интерес, да, вырос. К слову НЛО. Потом я не вижу повышения интереса к теме 2012. Да, да. Ну, и там нагнетали обстановку. Нет, нет, здесь вот есть рост какой-то. Ну, в целом, так если посмотреть на вот эту статистику, то пиковые значения, они приходятся на весеннее, вот в районе марта, это вот в 12-м году, в 13-м. А в игре вообще ничего. Да, этот сервис общедоступный, любой желающий может набрать wordstat.yandex.ru и увидеть вот эту картину. Честно говоря, меня, конечно, разочаровала такая картина, потому что ожидал я увидеть. Ну, возможно, это слишком короткий участок. Конечно, логичнее наблюдать там десятилетий, еще больше период. Но есть смысл также рассматривать вообще в целом аудиторию, как бы воспринимающую вот эту логическую тематику, более структурированную. То есть не так, что не делить людей там на тех, кто просто верит в него и кто не верит. А есть те, кто склоняется к тому, что, ну, да, скорее всего, существует. Нет, скорее всего, то есть четыре категории. Вот. И если рассматривать вот так вот, в виде такой структуры, то, возможно, подготовка направлена на то, чтобы там расширять там первую и вторую категорию, либо же расширять только вторую. Почему? Потому что первая категория там людей, которые вот прям, ну, опять же, это предположение, если человек, скажем так, настолько уверен, что вот-вот прилетят инопланетяне, он, наверное, на следующий день не выйдет на работу. Возможно, он там, ну, возникнут проблемы в личной жизни и так далее. В общем, это опасно для социальной жизни на данный момент. Вот такая вот первая категория. Ну, я имею в виду прям таких вот людей, которые слишком фанатично к этому относятся, наверное. И, наверное, перегревать вот такой вот градус, да, может быть, даже какими-то фейками, явлениями опасно. Поэтому было интересно провести опросы. Опросы были сделаны в группах ВКонтакте, о разбитых по тематике, и на форумах. Вот. Очень интересно, что картина до разных тематик различается незначительно, и видна общая тенденция. Ну, на самом деле, вот такие опросы уже давно проводятся, и совсем недавно я слышал, что в целом, как бы, процент людей, которые допускают существование внеземных цивилизаций, их сейчас уже в районе 50%. Ну, вот оно и получается, да, вот примерно так, 20 плюс 40. Тематика разная, там, ну, высокие технологии IT-совтожелеза группы, потом вторая тематика, это творчество, литература, искусство, третья тематика, бизнес, бюроуслуги и строительство авто, четвертая тематика, женские форумы и группы, и пятая тематика, это детская и подростковая. Ну, вот. Очень важно, на мой взгляд, как раз посмотреть, какой процент, вот именно у подрастающего поколения, потому что это может говорить о том, что, ну, там, через поколение, да, вот у взрослых людей будет такой же процент. И вот обратите внимание, там, на форумах, например, у тех странных первой категории, там, уже относилось 37%, это больше, чем у всех остальных. То есть, можно сделать такое осторожное предположение, что, скажем, там, через 10-20 лет процент, это первая категория тех людей, которые однозначно верят в МЛО, он вырастет. На самом деле, это можно назвать лишь отправной точкой. Лично мне очень интересно понаблюдать результаты вот этих вот тенденций, ну, изменения, результаты опросов через 5, через 10 лет, потому что, на самом деле, это как раз те факты, которые мы можем пощупать, те факты, которые мы видим и можем проанализировать, сделать конкретные выводы. Вот, что касается статистики Яндекса, вот, к сожалению, она какая-то странная, потому что в последние годы действительно там очень много интересных событий, запросы, число запросов там снижалось за последние 2 года. Возможно, это связано с тем, что какая-то часть аудитории там, допустим, искала не в Яндексе, а в Ютубе эти данные там, или еще с какими-то вещами это могло бы связано. А набор на английском сделал? Ну, в Яндексе, как правило, русскоязычная аудитория, так что это... Саш, как раз в Ютубе это и есть причина. Да, да, скорее всего в Ютубе, ну, Ютуб, к сожалению, не предоставляет такой статистики, как Яндекс, поэтому как бы анализируем то, что можем. В Ютубе субий. В общем, это все у меня. Если у кого-то есть какие-то вопросы, предложения... А, да, еще хотел такой момент сказать. Вот интересные существуют системы для Форекса, для анализа дальнейших котировок акций и так далее и стоимости валют. Используются роботы, которые анализируют настроение общества и различные факторы, которые происходят в бизнесе и так далее. Аналогичные алгоритмы можно было бы использовать также и в отношении восприятия людей по флогической тематике. потому что это тоже очень интересная информация, которую можно было бы правильно реализировать. Спасибо. Я согласен, но... Вопросы вот какие там. Инопланетные цивилизации, ну, среднестатистический человек редко, по-моему. Саш, я думаю, вы фундаментально ошибаетесь. Я могу небольшое замечание сделать. К сожалению, в русскоязычном поиске я заметил, слово НЛО дает очень приличный процент, популярный достаточно журнал, по-моему, он называется... Новое изготовленное обозрение. Новое литературное обозрение, да. Почему это журнал, который раскручивается усиленно? То есть, я догадываюсь, что его намеренно выставляют вот на первые строчки в Яндексе. То есть, ну, мне кажется, нереальным, что он конкурирует и едва ли, так сказать, не на равных с такой бездонной темой, как НЛО уфологическая. Но, тем не менее, вот по поиску он дает очень приличный прирост. И я догадываюсь, вот какие-то пики, которые у тебя там возникали, которые я не могу опознать. Вот, предположим, пик вдруг внезапно возник в начале 2014 года, вот этот вот, который, в общем, ну, вряд ли. Да, 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 вот этот пик, он у меня не вызывает ассоциаций никаких. Ну, да, да. В то время как вот здесь вот должен быть вот такой вот пик в связи с событиями под Челябинском. Его нет. Вадим, он может быть есть, просто запрос был другой. Здесь запрос был сделан просто на... Метеорит, да. Вадили метеорит. Если по запросу метеорит, там... Не, 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 ребята, хотя НЛО никакого отношения к Челябинскому метеориту не имело, но вы вспомните, пожалуйста. Там просто запредельный был интерес, именно потому, что там считали, что либо НЛО сбил метеорит, либо это вообще НЛО упал. Ну, то есть вот слуха было огромное количество. Поэтому всплеск должен был бы быть и то, что его здесь нет, в общем, для меня это более чем странно. Да, странно. Так, значит, соответственно, верить статистике и зоню. Статистику понесли. Но ради интереса в любом случае подход естественно надо нащупывать вот определенные способы. У меня есть другая статистика. Я, к сожалению, не знал про этот сервис и отслеживал другим способом. В том числе я сам, сам подчеркиваю, вручную, там, периодически набиваю в Яндексе, там, в Рэмблере, там, в других поисках слово НЛО и сам в количестве откликов считаю и записываю. А потом строю графики. Это, конечно, менее красиво, чем это, но, может быть, отчасти более правильно, потому что я это делаю по нескольким ключевым словам. Обязательно. Вот, именно потому что знаю, что НЛО, к сожалению, гнусные эти рекламщики забили это слово. Ситуация зависит. Где-то действительно метеорит чаще может быть. Может быть, может быть. Но, в любом случае, повод задуматься, вот, любая статистика дает всегда. Что называется, я уже задумался, я не знаю, вот, хотя бы этот всплеск, вот, первая, первая мысль, надо проверить, вот, связаны ли с этим рекламщики этого нового литературного обозрения. Если нет, то тогда это еще более удивительно. То есть, может быть, мы чего-то пропустили. В любом случае, да, я постараюсь подключить еще какие-то другие сервисы для более объективной оценки, потому что, ну, действительно, вот это вот очень далеко от реального интереса вот в этой тематике у людей. Это да, это я знаю. Но, тем не менее, вот, есть такое. это каждый человек может зайти. Конечно, даже мысль была такая, что действительно подкрутили там, может, специально, чтобы сложнее было проанализировать. А еще раз, вот напомни, пожалуйста, цифры. Вот там есть мелко? Да. Сколько это в среднем за месяц получается запросов? Вот колеблется от 300 тысяч до 450. То есть, полтора получается почти. 300 тысяч. То есть, раз в два с полтора раза. Ну, в общем, это серьезно. Ну, да, да. Это 10 тысяч в день, примерно. На самом деле, ты допускаешь одну фундаментальную ошибку. Не в методике, а, не знаю, или в выводах, или в исходных этих самых. Дело в том, что, если бы была задача именно подготовить человечество к вторжению, к контакту, не знаю, то, наверное, что-то бы делалось другое. Дело в том, что практически где-то до конца 50-х, начала 60-х годов, это, ну, в общем, скорее всего, а уж в 20-е, 30-е годы таки точно, готовить никого, ни к чему не надо было. Это было настолько общим местом и настолько всеобщим убеждением и настолько никто не сомневался в наличии и близости, и возможности и так далее, что просто совершенно очевидно. Почему такая популярность была у романа «Элита», почему выставка, первая в мире выставка, значит, проектов межпланетных кораблей прошла в Москве в 1927 году. Она была международная, но на ней было экспонатов отличных, в большом смысле, чем достаточно. То есть в мире были достаточно длительные эпохи, когда и вопрос о сомнениях даже не стоял. Это было настолько очевидно, я больше скажу, я это уже говорил, я еще скажу, где-то до конца 50-х годов для советского ученого сомнение в наличии внеземных цивилизаций было, в общем, чревато большими кардерными неприятностями. Даже так? Да, даже так. Потом ситуация изменилась наоборот, но тогда было так. Ну, начали высмеивать тоже. Вот, и поэтому, причем, эта ситуация была не только наша, она была общемировой. Поэтому говорить о том, что какая-то, тут как-то все, что-то... это может быть запуск процесса. Что-то тут другое. Может быть. Надо изучать. Какая-то другая причина, и скорее всего, совершенно земная. Ну, может, стихийная просто процесса. Вполне может быть ситуация, да, вот там, 20-е, 30-е годы, может быть, на волне энтузиазма было действительно больше внимания к неземным цивилизациям. Ну, к марсианам тогда говорили. Потом это прошло, но сейчас вот тенденция все-таки идет на уменьшение, и надо искусственно это как-то подогревать. И вот в качестве такого искусственного подогрева использования в рекламе этого образа вполне годится. Но, это подчеркиваю, это как рабочая версия годится, но она, эта версия, предполагает, что кто-то делает это намеренно и в добрых целях. Хотя, на самом деле, для меня это не очевидно, и я вполне допускаю, что большая часть рекламных агентов, которые вот эти промо-образы делала, руководствовалась абсолютно там не звонком с какого-то комитета государственного, а скорее просто изучая вот конъюнктуру и понимая, что вот этот образ будет удар в цель и принесет конкретный доход. Вот сейчас этот образ популярен, и поэтому мы его используем. То есть, получается, обратная, на самом деле, обратный процесс. Не рекламщики используют этот образ для того, чтобы подогреть интерес людей, а рекламщики используют этот образ, потому что уже существует интерес, и на волне этого интереса они хотят просто элементарно заработать. То есть, вот когда народу это станет неинтересно, и мы станем интересоваться котиками только, они будут использовать котиков. Впрочем, это они и так делают. Ну, понятно, да. Интересен просто сам факт, что используются одни и те же как бы денежные образы, клише, как бы ну, а это уже клише, это уже вошло в массовое сознание. Это уже там, это уже вот... Это часто, понимаете, что будет здесь? Понятно, что это может быть как-то непопытно. Да. Чуть-липопытно и так понятно. Я думаю, что рекламщики вот это все тоже очень чутко изучают. Изучают в том числе, что подрастающее поколение еще более неравнодушно к этой тематике и вполне может быть намеренно будет бить в точку вот именно этими образами. Да.